Радио Болтком Добрый день всем, кто нас сейчас слушает. В эфире программа «Зеленая лампа», благотворительная программа. У нас сегодня день добрых дел на Радио Болтком. Такая акция, которая у нас происходит каждый день, день добрых дел. И гость нашей студии сегодня будет помогать нам включать, как мы говорим, нашу зеленую лампу. Музыкант Илона Биргеля. Здравствуйте, Илона. Добрый день. Здравствуйте. Напомним, что раз в неделю мы рассказываем вам историю детей или взрослых, которым нужна помощь для оплаты лечения, которые попадают в сложную ситуацию, когда действительно сами не могут справиться с острой проблемой, связанной со здоровьем. На прошлой неделе мы рассказывали историю двойняшек, рижан, четырехлетних Кати, Ксюши и Миши Егоровых. И на этой неделе мы продлеваем акцию помощи этим малышам, потому что нужно собрать достаточно большую сумму, 9200 евро, потому что их двое. Это сумма на двоих. Они 23 октября должны поступить в Петербург, в клинику, в детский неврологический центр «Доктрина», где их ждут врачи на очень такую сложную диагностику, чтобы понять, в чем проблема. Здесь в Латвии врачи не могут никак разобраться. У мамы опустились руки, она не понимает, что делать дальше. И нужна сложная диагностика, и будет назначен курс лечения. На данный момент было принято за неделю 541 звонок и собрано 3510 евро. Нам не достает до общей суммы 5700 евро, поэтому мы продолжаем акцию помощи Ксюше и Миши. И гость нашей студии Илона Биргелла, она музыкант, знаменитая органистка. И что самое такое теплый трогательный факт, она мама четверых детей. И мы будем с ней говорить сегодня о музыке, о красоте, о доброте, о детях, о жизненной философии. Илона, скажите, вот вы выступали в разных странах, да? В каких странах вы с органными концертами были? И, может быть, какой зал особенно вам запомнился или произвел особое впечатление? Добрый день еще раз. Я сначала хочу вас очень благодарить за то, что вы меня пригласили, потому что я от своей коллеги-органистки Елены Приваловой уже давно слышала о вашей прекрасной программе, что вы помогаете. И я очень рада, что я могу сейчас принять хоть немножко участие в этой программе. И вот, отвечая на вас вопрос, я была во многих странах. Я была в Швейцарии, Швеции, Германии, Голландии, конечно, в Балтийских странах. Очень много концертировала и в России, Казахстане. И вот последний, который мне больше всего напомнился, тур в Израиле. Я была в прекрасной филармонии, концертный зал недалеко от Хайфы. Это филармония, концертный зал Эльма. Не Эльба, как в Гамбурге, а Эльма. Там прекрасный орган, тоже Филипп Клайс, инструмент. И у меня там была возможность выступать и играть органную музыку. А какие-то впечатления в Израиле, связанные с какими-то важными местами Святой Земли, у вас были? Да, конечно. У меня был там прекрасный гид, который нас принимал. И у нас было такое небольшое путешествие по Израилю, Кафарнаум, конечно, Иерусалим. И когда я была именно в Иерусалиме, ну, это даже не можно описать или сказать словами, какое ощущение, когда ты идёшь по стопам Иисуса. Ну, это действительно было очень прекрасное путешествие до меня. Вот перед эфиром мы с Илоной говорили как раз о том, что сегодня очень особенный, очень красивый, очень светлый день. По православному календарю сегодня день рождения Богородицы. Это повод подумать как-то о душе и, может быть, сделать что-то хорошее. И, дорогие радиослушатели, вам очень повезло, что вы сейчас слушаете нашу программу, потому что вы бы думали, вот что мне хорошего такого сделать сегодня, да, в такой красивый хороший день. Мы вам даём такую возможность просто набрать номер нашего благотворительного телефона, который подключен к целевому счёту для Миши и Ксюши Егоровых. Счёт открыт в благотворительном фонде BeOpen, с которым сотрудничает наша программа, и номер телефона, я сейчас продиктую, 9-3-0-6-3-8-4. Один звоночек – это евро 42. И подробная история Миши и Ксюши с фотографиями, совершенно очаровательные малыши. Вы можете найти на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа», и там же опубликованы реквизиты для перечисления помощи. И напоминаем, что фонд BeOpen имеет статус благотворительного фонда, позволяет списывать потом налоги. То есть вы можете эти пожертвования включить в налоговую декларацию и как частное лицо, и как юридическое. Илона, скажите, вот вы родом из Латгалии, и как вы объясните такой феномен, что большая часть наших органистов, они именно из Латгалии. Вот в чём здесь секрет? Да, ну это интересный вопрос, но мне так кажется, что всё-таки в Латгалии очень много духовных людей, и особенно много хороших органов. И там очень хороший органный класс. И я думаю, что это всё совместно, такое хорошее совпадение, когда вот хотим заниматься тем, что нам там предлагают. Наш органный класс вела очень хорошая органистка, педагог Бернадетта Эверсе, и вот из неё рук много органистов вышли в этот мир. Как сказать, даже Ива Тапкална, там органистка Лариса Царкова, ну, много органистов, да. А лично у вас вот интерес к музыке возник каким образом? Это из семьи, или это вот какие-то... То, что в Латгалии много церквей с красивыми органами? Да, ну, у меня в семье папа был музыкант. Он, я сама из Вороклянов, и там он был педагог музыки, он вёл хор, оркестры, и, конечно, вот он родил у меня этот интерес к музыке, и он очень хотел, чтобы его дочка была музыкантом. И не только он, и мой дедушка был скрипач, тоже учитель музыки, но в то время он учил и математику, и другие учёбы. В то время один человек учил много предметов. Да, мне это от семьи, и, конечно, я верующий человек, и мне уже с детства был интерес к церкви, и то, что там звучит музыка, и откуда эта музыка где-то свысока идёт, это, конечно, мне привлекло именно к той профессии, которой я сейчас занимаюсь. Вот интересно, вы сказали, что ваш дедушка был скрипач, и ваш сын Павел, он тоже будет скрипач. Он занимается по классу скрипки. Ну, я надеюсь, что он будет скрипач, но это его выбор, конечно. Каждая мама желает самого лучшего для её ребёнка. Да, ну, сейчас он, конечно, учится в музыкальной школе, скрипку, уже в многих проектах участвовал, даже сейчас был, ну, во время нашей пандемии, да, такой праздник песен, и там он участвовал с оркестром в записи, и у него уже было много концертов, и, конечно, он участвовал и в конкурсах, и занимал места. Ну, то есть, если вы, например, у вас концерт органной музыки, то ваш сын может вам аккомпанировать на скрипке? Ну, я могу ему аккомпанировать, да. И у нас был очень красивый один концерт на острове Рухну. Ну, там на острове два небольших церквей, она такая деревянная, и помоложе, 19 века, церковь, и там тоже небольшой органчик, и мы вместе с сыном выступали там, и у нас был совместный концерт. Илона, вот вы, как каждый, у каждого человека в жизни бывают ситуации, когда он попадает в какую-то, казалось бы, безвыходную ситуацию, да, и тогда кто-то приходит на помощь. Вот вы рассказывали интересный случай, как ваша бабушка в какой-то момент, когда вы не могли оплачивать учёбу, вот вдруг бабушка оказалась тем человеком, который очень сыграл важную роль в тот момент в вашей судьбе. Вот расскажите этот случай. Да, моя любимая бабушка. Её сын, мой папа, был музыкантом, и, к сожалению, он ушёл из этой жизни в 49 лет, мне было только 17. Ну, для нас в семье это была очень большая трагедия, не только для бабушки, и для меня, потому что это был мой любимый папа. И моя бабушка очень хотела, чтобы я продолжала этот путь музыки. И у меня получилась такая ситуация, что я поступала в музыкальную академию, но мне не получилось сдать один экзамен по музыкальной истории, и я не попала в бюджет. И я очень переживала из-за этого, потому что я стопроцентно знала, что я хочу продолжать свою жизнь с музыкой, с органом. И я знала, что у нас нет таких средств в семье, чтобы я могла платно учиться. И когда моя бабушка узнала об этой ситуации, она сказала, Илон, обязательно я тебе помогу. Она продала свою корову, я помню, до сих пор это было 300 или 400 лад в то время. И сказала, вот, бери денежки, но это хватило буквально на полгода учебы. И сказала, ну, если ты сможешь сразу через полгода попасть в бюджет, старайся, но если не получится, тогда все. Ну, я, конечно, была очень рада, что мне бабушка вот так помогла с денежками, я, конечно, поступила платно в музыкальную академию и очень-очень усердно училась, потому что это мне было очень-очень важно, это была вся моя жизнь. И очень обрадовалась, когда я узнала, декан вышел и сказал, что я на второй семестр уже в бюджете. Мне надо было набрать очень много пунктов, высокий результат и показать, что действительно я могу учиться хорошо, и в той же музыкальной истории мне надо было показать высокий результат. И так. То есть корова была продана не напрасно. Не напрасно, да. И еще такая деталь, что имя бабушки, как бабушку зовут? Надежда. Вот. То есть, да, в тот момент она оказалась тем человеком, который дал вам надежду на музыкальное будущее. Да, и вот именно этим хочу сказать, как вот, может быть, мало надо для людей, у которых много денег, да, это, может быть, 300-400 лад, это ничего нет, да, для одного человека это может изменить всю жизнь. И вы знаете, что мы всегда нашим радиослушателям напоминаем, что даже один маленький звоночек на наш благотворительный телефон тоже может изменить жизнь какой-то конкретной семьи. И вот в данном случае это мама Вероника, у нее трое детей, вот у нашей гости, у Илона, у нее четверо детей, а у героини нашего сюжета благотворительного Вероники трое, девочка Катя чудесная, умничка, она сейчас готовится поступать в медицинский институт, еще заканчивает школу, ей еще два года, очень старается, и выбрала она медицинскую профессию, потому что когда появились вот малыши в семье двойняшки с проблемами со здоровьем, именно старшая дочка Катя была маминой помощницей, которая ездила с ней по всем больницам, по всем реабилитациям, по всем медикам, и мама говорит, что в принципе ей очень жалко свою Катю, потому что у нее закончилось детство, потому что ей пришлось рано повзрослеть, и вот этот вот наш маленький звоночек, эти звоночки складываются действительно в большую сумму, даст шанс вот этой маме Веронике просто отвезти малышей в Петербург, провезти им на супер современнейшей, новейшей аппаратуре обследования в неврологическом центре, понять причину вот этого отставания в развитии, потому что, конечно, у каждой матери просто невозможно передать, как сердце кровью обливается, если она видит, что ее дети отстают, они не такие, как все, и сейчас у них именно тот период, 4 года, когда еще можно при интенсивной терапии, при грамотном комплексном подходе дать им какой-то шанс, как будто это трамплин, и чтобы мама очень надеется, что они смогут к началу школы как-то выровняться, чтобы догнать своих сверстников. 9306384, 1 евро 42 цента за звонок. Илона, вот у вас четверо детей, вот расскажите, про них, чем они занимаются, чем интересуются. У них много интересов. Так как у меня трое мальчиков, тогда, конечно, на первом месте, к сожалению, не музыка, а спорт. Мне старший сын Марк занимается баскетболом, Павел и Лукас, они футболисты, им очень нравится спорт. Девочка старшая, Елизавета, она тоже закончила музыкальную школу, очень хорошо закончила, но решила свою жизнь с гуманитарными предметами связывать, и она поступила в второй гимназию, и сейчас уже в 10-м классе. А как у них с музыкой отношения складываются? Музыка у нас звучит все время в нашей квартирке, не то, что я играю свой орган, но у нас звучит и труба, и скрипка, и фортепиано, и дети поют, сальфеджио, у нас такой хор. А ваш муж, он имеет отношение к музыке? Муж, нет, он совершенно не имеет, но сейчас уже, как сказать, у него большой опыт уже в музыке, потому что мы все музыканты, и, ну, вот я ему на день рождения подарила гитару, может быть, он и начнет музыкой заниматься. А скажите, как вот вы пережили пандемию, четверо детей, все играют, вы, все играют на разных музыкальных инструментах, еще онлайн обучение, что это за опыт такой вам пришлось приобрести? Ну, это очень интересный, конечно, опыт, потому что у нас квартирка небольшая, и что это означает, если труба, скрипка, орган, фортепиано, все все играют, это очень большое планирование, иногда бывает, что одновременно эти предметы, например, Павел играет скрипку, а у Лукаса в то время учитель учит онлайн трубу, и учительница по скрипке, она спрашивает, что это за интересные звуки там, я не понимаю, что ты играешь, Павел говорит, ну, как, у меня брат тоже трубу учится в это время, но у нас такой интересный совместный хор получился, и я очень рада, что сейчас мы можем учиться не в онлайн, а в школе уже, да. Есть у вас в семье домашние животные? Есть один кот, очень важный кот, его зовут Моцарт. Ну, наверное, в музыкальной семье, да, неудивительно, что вы выбрали, почему именно Моцарт вы его назвали? Когда мы его приняли, он был маленький, у него на лбу была небольшая буковка М, и мы решили, что надо имя с буквы М начинать, и думали, думали, что лучше, ну, конечно, если музыкальная семья, тогда надо что-то музыкальное придумать. Ну, не Мурис. Не Мурис, да, или Мурка, но вот у нас Моцарт. А Илона, скажите, для того, чтобы заниматься музыкальной карьерой, быть женой, мамой четверых детей, еще вести хозяйство, вот что женщине нужно для такого внутреннего менеджмента всей вот этой вот команды? Я сразу скажу, что это нелегко, но это, конечно, надо большое планирование жизни, но самое важное, что вот это семья, наверное, я сейчас думаю, вот что, что это самое главное, что мы друг друга понимаем, и друг друга отбалстам, поддерживаем, да, и меня муж очень поддерживает, и он тоже занимается детьми, и мы это все делаем вместе, и я скажу честно, что у нас самый большой помощник в нашей жизни, это Бог, мы вместе молимся по вечерам, и вот это нас придерживает, как сказать, да. И вы совершаете паломничество в Аглона? Да, когда у меня еще не было детей, тогда я ходила пешком, 6 лет я ходила, 4 года из Риги, 2 года из Латгалии, 2 недели пешком, но это было такое, у меня прекрасные очень воспоминания, а сейчас едем на машине. А вы помните вот тот момент, когда вы можете сказать, вот именно в тот период, или в тот момент, вы что-то такое почувствовали, вот, и повернулись вот к Богу, вот в эту сторону? Когда я была совсем маленькой, я часто ходила мимо церкви в Ираклянах, и мне очень интересовало, что это такое за большой дом, красивый такой, мне хотелось там зайти внутрь, и я это один раз сделала, и увидела, как там шикарно, красиво, и тогда я хотела понять, для чего это все сделано, ну, как ребенок. И я, у меня уже в то время тянуло, интересовало, почему люди идут туда, и что они там делают. Мне не было так, что вот родители учили бы там Библии, или ходить в церковь, потому что мне были учителя, родители, и в то время нельзя было говорить о Боге, и я втихаря это все делала. Нашла моя подружка, мне пошептала, что есть монахиня, которая обучает детей в воскресной школе, и я к ней ходила, начала ходить. Это в каком возрасте, сколько вам было лет? Восемь, девять. То есть такая маленькая девочка сама решила, да? Да. И тогда монашка меня обучала, и я начала чувствовать, что я хочу познакомиться с Богом поближе. И тогда вот именно эти были перемены в Латвии, и я сказала маме, что я хочу хреститься, и вот она сказала, да, конечно, сделаем. Вот. Так мой путь начался к Богу. Вот у вас четверо детей, и это большая семья по нынешним временам. Вот сейчас, когда была пандемия, вот многие люди стали говорить, что оказавшись в одном пространстве, вот большая семья, родители, дети начали, им стало тесно на одной территории, они начали друг друга раздражать, обижаться, ссориться. И другая точка зрения, что наоборот, эта пандемия дала возможность как-то оценить важность семьи, узнать друг друга ближе, объединиться. Вот ваше мнение. Ну, я могу только рассказать о своем опыте, что нас все-таки это сблизило. Хоть я и стараюсь много провести время своей семьей, все-таки все гастроли, все концерты, все-таки ну, это очень много времени занимает, но вот именно это время было нам возможность больше побыть вместе, и нам это помогло больше узнать о друг друге, и мы больше все-таки сблизились. Ну, то, что у нас небольшая квадратура, это одно, но все-таки нам вместе сжиться, это ну, конечно, конфликт, как без конфликтов, это нормальная семья, где есть все, да, и поругаешься, но все-таки это дало возможность еще нам узнать друг друга поближе. Но все же, вот вы начали заниматься концертной деятельностью после 30 лет, то есть до 30 лет ваша жизнь все-таки была посвящена детям? Ну, только детям. Я закончила музыкальную академию, вышла замуж, и мне детки рождались буквально за другим, но там разница между полтора года примерно. и ну, это было, когда старшей дочке было пять, мне уже родился самый младший, младший, тогда следующим было год и четыре, еще следующим было два с половиной года. Ну, это такая очень большая работа, это время было такое интересное для меня, но, конечно, там ничего другое я делать не могла. А вот вы рассказывали про свою семью, про своих латгальских родственников, а какие-то какие у вас семейные традиции, вот в семье может быть вы сохраняете или продолжаете, или у вас новые традиции есть в семье, придуманные уже вами? Я в своей семье ну, довольно рано ушла, как сказать, в свою жизнь. И поэтому наши вот именно сейчас традиции больше связаны с путешествием. Нам очень нравится вместе куда-то съездить, хотя бы по Латвии где-нибудь, нам очень нравится город Кудыг, мы там очень часто бываем и вот где-то вместе побыть, где-то на природе. Но в обычную машину пятиместную вы не помещаетесь, то есть вам пришлось с четвертым ребенком наверное думать о какой-то специальной машине? Ну да, у нас есть семиместная машина. Еще у вас был такой очень интересный гастрольный опыт. Вы ездили в Сибирь, с гастролями по Сибири. А вот расскажите интересно, какие впечатления оттуда вы привезли? Да, это было очень интересное путешествие. Я туда путешествовала одна, ездила довольно долго на поезде и на самолете. И это там мне казалось, что там есть совершенно другая жизнь и даже совершенно другая Россия. Я в России очень много побывала с концертами и мне вот самое главное, что я помню, это очень такие добродушные люди, интеллигентные и такие позитивные. И вот это мне очень так пало в душу, что я там была очень жданная гость и да, это мне так вот это самое первое, что мне вспомнилось. раз мы говорим, у нас благотворительная программа, мы говорим о благотворительности, вот в вашей жизни тоже есть благотворительный проект, вы приняли в какой-то момент для себя решение, что вы будете заниматься этой благотворительной акцией, называется Латвия Эрди Люземе, земля органа. Расскажите, вот почему вы решили заниматься этой благотворительностью? Да, ну там история такая, что я где-то 8-9 лет назад начала принимать участие в органной экскурсии. Мы с моим коллегой историком Робертом Кипурсом начали ездить по церквям, по костелам, и я людям демонстрировала орган и играла. Конечно, там рассказывали о церквях и все так вместе, и тогда я поняла, что сколько в Латвии много хороших исторических инструментов, у которых 100, 200, даже 300 лет, но у многих нужна поддержка, чтобы их надо реставрировать и возобновить, чтобы они звучали, как звучали это изначально. И мне вот такая родилась мысль, что надо организовать фестиваль органы и музыки, которые происходят именно на этих исторических органах, и не только в Риге, но и в маленьких окрестностях и вот показать, вот как может звучать наши исторические инструменты в Латвии. И так это началось в нашем фестивале уже пять лет и мы начали даже ну вот собирать денежки на очень хорошие инструменты, которые сейчас никто больше не интересуется и происходит реставрация этих инструментов. В прошлом году у нас был концерт в церкви Калнце Маклыивес базной ице. Там очень небольшой интересный инструмент, где я выступала с скрипачкой и с сопрано и лзграевала. И так мы привлекаем внимание, что вот надо эти инструменты для следующих поколений соглобат. Сохранить. Сохранить. Что это не только для нашей жизни, но и для следующих поколений. А если орган не поддерживать, не реставрировать, он погибнет со временем? Да, конечно. Он погибает это как человеку, у каждого инструмента тоже есть своя душа. И там очень много деталей, которые они, если их опропает, ухаживать за ним, тогда этот инструмент умирает. и ну да, мне это очень важно для меня, и я болею за это, чтобы у нас в Латвии больше 300 таких исторических инструментов. А лично вам, вот вы, у вас четверо детей, то есть у вас огромное количество домашних забот, у вас есть концерты, где вы можете получать гонорар за этот концерт, и вы тратите свое личное время абсолютно без вознаграждения. Лично вам зачем вот это нужно, как вы себе это объясняете? я не знаю, это наверное такая миссия, я даже не знаю откуда это, почему просто хочется делать добро, и если я музыкант, если я органист, да, это я, я должна это просто делать, нет другого выхода, если не я, тогда кто другой это будет делать? Ну, у каждого есть как будто своя миссия в жизни, хоть это такой небольшой, может быть, небольшая цель, но все-таки мы как-то помогаем друг к другу, и через музыку много душей целится через органную музыку, и ну, это человек становится другим, это не просто инструмент, там, только там деревянные детали или что, из этого инструмента входит красивая музыка. Вот вы объездили много церквей в Латвии, даже маленькие, в каких-то небольших городках, у вас были концерты и в больших храмах, и не только в Латвии, но и за границей, а есть вот какая-то любимая церковь? В Латвии? Или вообще? Вообще любимая церковь? И в Латвии, и вообще, вот, которая может быть близко к сердцу вот стоит или произвела впечатление особое? Я столько много объездила в Латвии церквей, мне даже трудно выбрать такую самую любимую, потому что столько много красивых церквей. Я, конечно, могу сказать, что мне очень нравится церковь в Кулдыге, Святой Катрины, Утсеранская церковь. Там прекрасный инструмент Вилхам Зауэр. Конечно, очень нравятся эти старинные церкви, например, в Курзаме есть церковь Угаалы. Там сохранился инструмент из 1701 года, и он до сих пор играет уникальный барочный инструмент. Это больше 300 лет ему. он рестаурирован, и там летом есть концерты, можно послушать аутентические звучания барочного органа. Вы знаете, мы перед эфиром с Илоной говорили, она пришла и сказала, я так как-то стеснялась идти в эфир, на радио, вашу программу, потому что я думаю, что вот есть мама, у которой проблема с ребенком, который сейчас ищет возможности, как оплатить это лечение. Приду я и буду рассказывать, как у меня все красиво с музыкой, как у меня там все благополучно, и поэтому мы с Илоной вместе еще раз вам еще раз напоминаем, что наша помощь нужна маме Веронике, потому что вот вы представьте, она мама сказала, что она ходит по врачам, а консультации специалистов, которые нужны, для меня это уже было такое открытие от 50 до 70 евро на одного ребенка, и потом этот специалист назначает логопеда, физиотерапевта, эрготерапевта, еще какие-то по специальным методикам какие-то занятия, чтобы интенсивно этих детей вытягивать, она говорит, я понимаю, мама работает парикмахером, она не присев буквально на ногах сколько может, она столько берет на себя работы, и она говорит, я понимаю, что в какой-то момент я могу заработать, вытянуть и вытащить, чтобы оплатить одного, а они двойняшки, а как я могу выбрать, вот, и поэтому наша акция продлевается еще на недельку, чтобы мы смогли собрать средства на вот эту комплексную терапию и диагностику в Петербурге, в неврологическом детском центре доктрина, и на данный момент нам не хватает, 5700 евро, всю неделю наш телефон будет работать для Ксюши и Миши, Миши Егоровых, им 4 года, живут они в Риге, вот, мы очень надеемся на вашу помощь, и говорили уже с вами сегодня о том, что сегодня особенный день по православному календарю, это день рождения Богородицы, мне попалась сегодня такая на эту тему притча, да, чем можно, не знаю, чем мы можем порадовать Бога, да, что притча такова, Богородица на руках с младенцем Иисусом Христом спустилась на землю и зашла в гости в один монастырь, ну, монахи построились, значит, и начали демонстрировать какие-то свои знания и умения, кто-то наизусть читал Библию, кто-то пел псалмы, кто-то зачитывал списки святых, и был один молодой монах, который совершенно совсем недавно поступил, он был из неграмотной семьи, его родители были бродячие циркачи, вот мальчика отдали в монастырь, он ничего такого не мог такого высокодуховного предъявить от себя лично, вот, но он так хотел порадовать чем-то, вот эту гостью, и он взял апельсины и начал их подбрасывать и ловить, просто вот жонглировать, как он видел в бродячем цирке, его родители развлекали детей, и в этот момент младенец, который сидел на руках у Богородицы, заулыбался, потому что от всей души, и вот от всей души давайте сделаем сейчас звоночек 9-3-0-6-3-8-4, пусть сегодня будет прекрасный день, пусть все хорошо у нас сложится, и напоминаем, что наши гости сегодня музыкант и мама четверых детей Илона Биргелы, у нас есть еще буквально каких-то там 4-5 минут, я хотела спросить, вот меня давно интересует такой вопрос, есть в Латвии должность органиста при церкви, как это вот устроено, кто играет на службе? Есть, ну вот, конечно, в православных нет органистов, но в католических церквях есть органист, и он работает, но, конечно, у него есть и другие должности, например, я организовала концерты в церкви Святого Якоба в Риге, и там есть органист, который, ну, это его работа, да, это он каждое воскресенье и по воскресным дням, по праздникам он всегда есть и занимается и хором, и играет в богослужение. Илона, и, может быть, в заключении поделитесь рецептом, вот если, есть ли у вас какой-то личный рецепт, как преодолеть сложности, если вы вот вы оказались в какой-то трудной ситуации, вот в трудный момент, как вы решаете проблемы, что вас поддерживает? когда мне было очень трудно, и это я не буду скрывать, было время, когда мне действительно детки были очень маленькие. Для меня это было трудное время, потому что не скажем, что я была там опытная мама, у меня в детстве не было вообще никаких двоюродных сёстр или братьев, маленьких, которых я могла бы там понянькать. Для меня это был такой первый опыт своей дети, и то, что они были рядышком, это была такая очень большая работа и очень много трудностей, потому я очень хорошо понимаю маму вот этих детей, которые мы собираем денежки, что если есть ещё какие-то заболевания, и особенно, когда ты даже не знаешь, как помочь, но мне действительно это я очень хорошо понимаю, как это есть, хотя мне детки были в основном здоровы, но всё равно это время уделять, и что одновременно надо быть вместе со всеми, и все они спрашивают внимание, и всем тоже нужна финансиальная опора. Это время было трудное, и я начала ходить в капеллу, в старой Риге есть такая маленькая комнатка, где святая сакрамент, святая есть, это капелла святого сакрамента, и там я ходила просто побыть в тишине и быть в молитвах, но это было такое моё, да, как я искала какую-то опору, опору, да, я там посидела, там часок, даже два, и когда, я помню такой момент, даже был такой, что я сижу и я уже смотрю в часы, говорю, боженька, мне уже надо бежать к детьми, я знаю, что у меня там муж, но я больше не могу, и я как-то чувствую, что мне Бог говорит, а ты иди домой спокойно, возьми на руках своего младшего сыночка, и я уже там буду, я так просто почувствую, что мне так Бог сказал, что я говорю, Бог, я больше хочу с тобой побыть, но мне надо бежать домой, и он мне говорит, что я буду, это я уже, я буду там, с тобой, и у нас буквально две минутки осталось, Илона, расскажите, пожалуйста, где в следующий раз будет органный концерт с вашим участием, но сейчас у меня небольшая пауза, три или четыре недели, 29 октября, у меня будет красивый концерт в Домском соборе вместе с хором АВСОЛ, мы будем исполнять кантат язов савитуала, хор будет петь музыку Яни Иваноса, и я буду играть сольные произведения. 29 октября в Домском соборе красивый органный концерт. Спасибо Спасибо большое вам за участие в нашей программе Спасибо большое всем радиослушателям, которые откликаются Если у кого-то есть возможность помочь пожалуйста реквизиты для перечисления помощи это целевой счет, который открыт в благотворительном фонде Би Оупен конкретно для Ксюши и Миши сайт mixnews.lv рубрика Зеленая лампа и в нашей публикации в конце публикации мы всегда публикуем реквизиты для перечисления помощи Спасибо огромное всем Зеленая лампа прощается с вами до следующего вторника а вы дорогие радиослушатели оставайтесь с нами потому что после новостей к нам в гости в студию придет российский актер Кирилл Зайцев звезда фильма движение вверх и он расскажет о том как вчера в Риге прошла рижская премьера его нового фильма оставайтесь с нами мир не изменится если мы не начнем с себя добро не появляется из воздуха его кто